народ всем большой привет приветствую на канале с вами львен я каждый раз честно предупреждаю что на своем канале я говорю как есть и все вырученные средства с канала пойдут на поддержку беженцев с украины простите но так как бы кто против те просто ребят не смотрите отписывайтесь мне без разницы поэтому просто все по-честному чтобы никаких кривотолков о чем мы сегодня поведем речь о чем я сегодня вам расскажу постольку поскольку автомобильная тематика но она привязана к событиям военным в войне на украине вторжение россии на украину и соответственно мы сегодня будем говорить про то что во средствах во многих средствах массовой информации которые распространяют различные вообще различные вороты в том числе фейки и слухи я хочу вам вот те подписчики которые знают и доверяют тому что я тут человек как бы абсолютно обыкновенный никак не прооплачен госдепом и так далее и соответственно могу вам рассказывать то как есть по поводу цен на бензин сша и на на топливо которое сейчас происходит значит мы сейчас с вами проедемся по двум ближайшим заправкам и я вам запишу видео и покажу сколько сейчас реально стоит бензин на самом деле бензин действительно скакнул я покажу расскажу а потом я с вами сделаю расчет насколько сказался этот подъем в цене для рядового американского гражданина на его кошельке и на его автомобиле прямо на примере вот я взял сейчас volkswagen atlas один из своих автомобилей и соответственно вам покажу сколько теперь я буду платить за бензин из расчета своей зарплаты из расчета того сколько зарабатывать среднестатистический американец насколько это по мне ударило по моей семье у меня пятеро детей и соответственно насколько это ударило по моему кошельку все расскажу покажу приведу расчеты и давайте погнали поедем посмотрим с вами изначально на цены на бензин а сколько уже он сегодня стоит на самом деле сразу хочу сказать что бензин у нас повышался за последние два года потихонечку потихонечку то есть он повышался и вырос от примерно двух с половиной долларов до трех с половиной долларов это была довоенная цена в районе трех с половиной долларов да можно вон за я беру всегда для вас средний арифметический не беру показателей меньше потому что в том же самом костка я могу заправиться например мог заправиться за 3 доллара плюс еще получить кэшбэк 3 процента то есть это угол в принципе налог на бензин не прибавляется цена цену которую видите на колонке она такая и есть как бы вашем чеке то есть никакого дополнительного налогов по крайней мере в штате флорида у нас здесь нет насколько я знаю других штатах тоже и еще один момент от штата к штату будут тоже разные цены то есть ребята из калифорнии река вам покажут более высокие цены что в принципе закономерно но у них и намного выше оплата то есть если во форте он начинается от 10 долларов в час то соответственно в той же самой калифорнии этот показатель выше и заработки у них заметно выше отсюда и соответственно и топлива и так далее в том числе надо продукты поэтому разница есть иногда достаточно существенное может отличаться на 20 процентов иногда даже больше вот та же самая разница есть где вы заправляетесь например на майами бич всегда были одни из самых дорогих цены можно увидеть бензин было до всех этих событий на доллар дороже например на майами бич стоит только отъехать там чуть подальше и пожалуйста можно купить дешевый бензин всякие сети типа волмарта и костка легко предложат вам бензин тоже дешевле ну что отправляемся с вами смотреть на то сколько же стоит бензин сейчас сша конкретно штате флорида ну глядя даже вот торговый центр в принципе небольшой глядя на парковку можете посмотреть что все вот эти вот автомобили ну никак не назвать приемлемыми по расходу вот такие вот всевозможные машины да поэтому я думаю что среднее арифметическое мы выведем от моего атласа потому что думала литража здесь практически нету мощные большие машины с двигателями там 5 и 7 6 и 2 вот стоит видите вот 5 7 пожалуйста toyota тундра предыдущей генерации поэтому принципе как бы американцы никогда не экономили на бензине до этого даже когда он повышался ну посмотрите вот шевроле таха тут же стоит новая последняя генерация то есть этих машин здесь конечно достаточно много вот стоит nissan титан вы видите вот как бы ну и есть такие вот небольшие автомобиль которые в принципе тоже средний расход вот я вам прям все специально включил видите 18 у меня сейчас показывает ну 18 8 19 миль на голову не проезжайте 360 баку на меня практически полный сейчас ну поэтому можно рассчитать что ну примерно отсюда но 1 расчет я приведу чуть попозже обязательно досмотрите до конца где я вам расскажу все как есть чтобы вы все понимали знали в цифрах в чеках во всем на свете шва ребят честно говоря новости приходят с какой-то космической быстротой новости странные мягко говоря не вытяжительные знаете я вам честно признаюсь что я не испытываю никакого удовольствия от того что сейчас будут претерпевать люди в том числе в россии потому что я считаю что это одним человеком ну или одной команды уничтожено обе страны только украины еще и люди погибшие огромное количество вот в части россии эти люди которые сейчас будут страдать не все кому-то как говорится и по делам а кому-то к сожалению совсем не по делам и хочется верить что здравомыслие и разум восторжествует но при этом сейчас просто я вижу как идут горячие споры допустим ушел джек дэниелс группа компаний там еще часть финляндия с рынка и некоторые кричат ничего будем пить жигулевская забывая о том что компания карсберг именно которая уже вышла с рынка в рай владеет брендами жигулевская балтика невская то есть мне кажется что только тупые люди могут кричать да здравствуй да здравствует например на тему ухода того же самого макдональдса с рынка который предоставлял больше 62 тысяч рабочих мест у меня двое знакомых потеряли полностью бизнеса потому что они были поставщиками и к сожалению они пострадали распустили свои компании еще по 190 и 230 человек потеряли работу буквально в одночасье а где же голова была у людей которые начинали все это безобразие без понимания того чем это может обернуться для собственного народа убивая других убивая свой народ поэтому ладно давайте все таки вернемся к бензину и расскажу а как же сказывается ситуация здесь на простых гражданах живущих в америке что ребят заезжая на первую заправку 7-11 сеть очень простая заправка стоит и 10 будут цены чуть повыше потому что стоит она прямо возле 75 трассы и виду этого имеет большой поток то есть 75 трассы дня еще и города и даже штаты поэтому ну давайте сейчас ну вот вам покажу на самом деле вот здесь вот уже видно что стоят цены 419 459 489 за дизель ну что в 419 цена фактическая сейчас мы с вами объедем и посмотрим на все таки на саму колонку давайте я прям вот так вот встану и все вам пойду покажу ну вот мы сейчас с вами посмотрим цена так и есть видите 419 обыкновенной восемь седьмой это российский 93 так и ну 450 грейд и при супер премиум стоит 48 здесь не вижу на дизель сейчас найду где-то должен быть вот здесь вот можно оплатить всем на свете и это пылесос и компрессор видите есть здесь то есть общие цены естественно не изменились потому что в принципе зависимости от текущей ситуации по поставке товаров нет никакой единственно чем рассказать это повышение топлива и соответственно доставка но ребята на сегодняшний день я хочу вам рассказать может быть вы не знаете кто-то каким образом решается это эта проблема и она уже решается в ближайшее время рынок сша станет на место почему объясню сейчас сегодня правительство сша приняло решение снять санкции с венесуэлы и на сегодняшний день решается вопрос логистики и скоро в сша поедет очень коротком промежутке топлива с венесуэлы бензин и поэтому проблема уже принципе она на законодательном уровне решена сейчас ее решает логистически так что это то что в принципе я так понимаю у всех свои козыри в рукаве и все понимают с чем что и как какие последствия при этом сша мне кажется что аналитики с прогнозами своими вдаль они достаточно грамотные ребята мы видим по экономике то мы видим по ситуации отсюда и соответственно я еще раз подчеркнул момент что это ни в коем случае не завараться то пожалуйста ребята поймите меня правильно потому что у меня я вижу в рядах даже подписчиков такое количество адекватных людей и я ни в коем случае не хотел бы чтобы они пострадали как-то и я искренне желаю исправление всей этой ситуации для всех стран конечно в первую очередь с украине потому что у них это сейчас самое главное самая тяжелая ситуация но при этом я желаю впоследствии что изменение я надеюсь вертикали власти россии приведет ее к новому пути и возможно более прогрессивному и более демократическому ну вата всегда была и есть к сожалению никуда от нее не деться но по сути они будут также оратовать за одних или за других и без разницы люди не имеют никакого мнения не имеют понимания всех процессов и поэтому они просто могут горлопанить про восемь лет так далее вот это вся чушь которую принципе несут по обыкновению что заезжаем на следующую заправку с вами заправка ребята shell shell также вышел из россии я знаю что тот же самый дальний восток где в принципе были они ушли не просто заправками ушли в целом инвестициями оставили заводы и так далее забрали свои технологии можно ли это национализировать как там выражается но ребят это тупик давайте так нельзя попросить объясню почему потому что я имею пилотское свидетельство я очень много знаю самолетах но я не смогу сесть в самолет и грамотно летать я могу возможно долететь но летать и довести ну никто этого не сможет нужны профессионалы которые давно это делать понимают знают процессы но и так останавливаемся и смотрим на сейчас на цену но здесь вы видите что цена выше это shell она в принципе выше смотрите 34 и 3 практически 48 и 51 ну вот такие вот здесь цены на на бензин то есть время мы с вами видим что цена 4 и 4 ну можно сказать вот так давайте округлим и вот вы видите вот человек заправился у него в 20 долларов четыре с половиной галлона ну что отправляемся дальше найдем какие цены более адекватные где мы можем заправиться чуточку подешевле потому здесь в принципе заправка дорогая это шел по пути в майами и тут конечно будут цены выше связаны еще с логистикой то есть так что заправка стоит на достаточно ну одной из самых быстрых и оживленных трассе из 5 трассе и вот она проходит буквально тут вот в двух стах метрах и и по ней люди из моим поэтому здесь соответственно и такая цена ну что отправляемся дальше смотрим какая же у нас цена будет мы сейчас с вами поедем на те заправки где обычно достаточно много народу и где люди пытаются заправиться как можно дешевле и получает кэшбэк мы сами отправляемся на заправку костка но одного из сетей и по дороге посмотрим что у нас на волмарте какая цена это я уже сказал что это сетевые заправки от ритейл сетей при этом при всем я реально считаю абсолютным идиотизмом я не политик безусловно и даже не могу ошибаться в некоторых вещах но я считаю идиотизмом абсолютным я считал это еще изначально знаете когда ввели санкции против поставки там всевозможного хамона сыров итальянских ну так вот помните европейские первые санкции которые ввели именно россияне то есть российское правительство вело по отношению к своим людям само оно при этом жрало все это а из-под полы продавала таможня каким-то образом это санкцион прорезала давили бульдозерами забираю простых граждан то есть это ну почему я должен лишать еды нормальные ли выбора допустим то скажу так я когда еще проживал в славном городе томске например там да да и в принципе и в москве мы очень часто покупали продукцию ну так скажем относительно отечественной потому что то же самое простоквашина и он нифига не отечественная эта компания господи я уже забыл как он да но он да и соответственно этого бренда тоже теперь больше не будет на российском рынке потому что ну они тоже ушли так вот все равно мы пытались купить допустим покупал салтин томскую колбасу душно реально была вкусная но при этом иногда как быть под вино когда я хотел купить хамо я мог купить себе какую-нибудь итальянской колбасы или немецкого салями просто потому что он мне нравился сука ничего здесь такого нет страшного но мне очень нравилось отечественное производство которое было там я знал что некоторые комбинаты выпускали очень качественную классную продукцию до ингредиенты импортные немножко продукта была классная но вот когда у нас забрали все это еще в тех годах то там четырнадцатый по моему год вот уже тогда начался первый или актив внутри потому что почему я должен сажать своих граждан на жопу если я в такой связи как быть там тот момент честно говоря это был вообще не оправдан войны не было ничего не было то есть были свои терки ну короче вот тогда уже я понимал что короче ребята это не катится так 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 не пойдет почему то есть если вы там переругались почему вы решили меня колбасы почему мои дети не мхани не могут перейти немецкой салями когда принять и они любят его и так далее вот этот идиотизм уже начался тогда ну а теперь уже несколько другое и в принципе все эти действия я считаю что ну как любое руководитель знаю предприятие из вас там наверное кто то есть там в своих семьях руководители но если вы делаете идиотские поступки наказывайте за это свою семью но это же дело в вас же правильно да так откровенно говоря если вы приняли идиотские решения но иногда не поздно исправиться похоже что исправление не намечается ну мы отправляемся дальше ну кстати сейчас в ответ некоторые скажут что ну вот видите вот а ваш бензин подорожал за того что отказались от российской нефти ну я уже сказал что решение по поводу снятия некоторых санкций с венесуэлы и поставки венесуэльской нефти она исправит очень скоро ситуацию и решение есть и поэтому я думаю это нам здесь это объясняет и говорят что ребят как бы это временное явление мы сейчас быстренько это решим решение вот такой мы все понимаем что это решение есть и она вот такое вот она не когда-то то есть отменить самолет а потом сидеть придумывать свой десятилетиями понимаете то есть когда вот эти вот все заявления еще звучали я их тогда поскольку я имею выше инженерно-авиационное образование я понимаю что там если боинг аэрбаз собирают там сорок две страны да нельзя одной страной это собрать то собрать там в россии самолет собственный любой ну это практически равно нулю zero и невозможно сделать вот поэтому как бы эти все заявления они для вот ну для для ваты которые ходят слушать мы создали свой смотри я знаю здесь сколько у меня даже есть некоторые такие друзья которые там товарищи были которые там заявляли да у нас скоро свое телефон не изобрели телевизор не изобрели ничего машину не сделали ни одну как же вы самолеты изобретете ну так то есть чуть-чуть не читатель чуть-чуть не писатель чуть вообще блять никто так-то откровенно поэтому вот отсюда я сейчас в первую очередь ребята опять таки кто из россии не обижайтесь пожалуйста не в вашу сторону говорю я говорю в сторону то я того дурачья который сидит там наверху и который несет вот эту ахинею которую нахрен кто-то может поверить или кто-то от незнания может ее воспринимать поэтому я вот для для тех людей кто адекватно все понимает а очень многие сейчас адекватно все понимаете воспринимает вот оно вот так ну что были не вижу цены сейчас на сэмс клуб этого марки ребят ну вот заправка mobile 1 у нее цена 4 419 там горит я отсюда не успел сфокусироваться ладно потом я зайду на вомарт поехали с вами в костке посмотрим сколько там стоит бензин но я думаю что он будет соизмерим с вомартом отправляемся пока еду в дороге с вами болта я хочу с вами поделиться еще одной такой информацией которая я знаю наверняка но вы можете узнать кто не верит пусть проверит как говорится узбекистан ребята привет большой можете гордиться потому что это опять-таки на тему авиации я проходил после ну пока учился университете я уже говорил что я авиационные инженеры я проходил практику на 243 авиационном заводе который находится авиагородок аэропорта город ташкент ремонт там производился всевозможных бортов в том числе иностранных они имеют аккредитацию а рядом есть 76 или 887 не помню заводь сейчас точно и именно на этом заводе 20 лет назад да ребята узбекистан гордитесь собой был произведен тот ил-114 который был продемонстрирован по моему год назад господином путином а якобы как ноу-хау а бортовой номер как вы знаете регистрационный бортовой номер самолета его нельзя не поменять не стереть и по него можно посмотреть всю историю в принципе она доступна в интернете если вы загуглить эту тему ну или там яндекс ведете то вы все поймете так вот бортовой номер именно указывает на то что это именно тот самолет который был произведен 22 года назад и произведен произведен он был в принципе да безусловно при поддержке еще при силами там оставшимися ссср что-то там делала россии но по сути это производство узбекистан вот именно завода узбекского 74 напишите ребята кто знает кто узбекистане там где производились в принципе какое-то время борта ил-76 и вот этот вот ил-114 а если ноу-хау которая сделана на сегодняшний день это смена пропеллера вот он там сделан из новых материалов и так далее то есть все это по сути модифицированная старая абсолютно техника которая честно говоря уже изжила себя и она уже не имеет никаких возможностей и потенциала к тому чтобы пустить его в серийное производство тем более самолет получился не очень удачный откровенно говоря и сами вот а на тот момент узбекской авиалинии очень на него жаловались да он как бы был он летал но я знаю бортпроводников на экипажи которые летали и куча 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 в общем всевозможных недоработок то есть их можно было доработать решить на тем не менее это так вот такая вот еще печальная и забавная история она и забавная и печальная которая тоже говорит о том что очень много фейков и сейчас вот эти вот именно отсутствие фактического импортозамещения отсутствие развития отрасли несмотря на громкие заявления но как бы и привело к тому что фактически попадание или там избежание зависимости от иностранных технологий его не случилось что делается сейчас я вам скажу что делается сейчас они сейчас заменяются на китайские и так далее то есть на более дешевые на фактически переработанные или недоработанные американские воссоздать все это за период там года двух трех пяти лет не представляется возможно создать авиационные технологии невозможно в принципе своем ну просто невозможно так получается поэтому все советские технологии потеряны они уже ушли в лето а новых не разработана такая вот история ну что дальше на заправку до свежих копилку я добавлю еще немножечко простите дегтя хотя там меда то и нет в целом ну скажу то что наверное многие знают а кого-то может быть удивлю вот один мой знакомый привет если ты смотришь поделился дело 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 в том что даже существующие белазы которые не так гордится беларусь имеет бошевские комплектующие настоящий момент санкционные все эти вещи ударяют в том числе и они встают тоже вот такая печальная печалька поэтому куда вот сейчас не плюнуть целом я думаю что везде попадешь точно в то что никакого импортозамещения не было деньги воровались выводились за рубеж и не знаю швейцарские банки американские банки и выводились ну доподлинно да но по факту они выводились вот и вам и вот такая вот история что мы с вами подъезжая на заправку костка чтобы посмотреть на цену бензина какой он будет сейчас мы с вами посмотрим 419 цена то есть это самая низкая цена в городе для костка это я вам скажу что эти 419 и 446 это в принципе минимально вряд ли я найду что-то сегодня дешевле и даже как бы не буду дальше больше продолжать ну что теперь рассчитаем с вами как же ударил это по карману простого американцу или человека живущего в америке в сша в штате флорида сейчас конкретно скажу потому что в разных штатах по разному ну давайте и посмотрим на это я сейчас с вами совместно это все дело посчитаю ну что ребята итоговый расчет у нас с вами будет такой моя машина за ближайший год давайте прямо на примере на своем моей машины который скоро будет год вот по моему на днях она проехала 14 500 но я думаю как раз ровно будет 15000 миль я проехал на этом автомобиле за год ну что в принципе соответствует примерно на счет расчет от 10 до 15 проезжает среднестатистический американец если он не работает там на убери и так далее проезжает за за год то есть ну давайте возьмем средний например 12 например окей на примере цифр также возьмем с вами 365 ну бак у меня практически полный бак я уже показал то есть ну в районе в районе давайте примерно наверное так и оставим давайте 360 прям немножечко округлим меньшую сторону и 18 7 давайте возьмем 18 миль на галлон то есть того получается что в принципе у меня а бак на 18 галлонов то есть и того я проезжая ну примерно тысячу миль в год на я уже показывал в среднем чуть может быть больше я проезжаю тысячу миль в месяц да то есть робот вин 12000 миль в год значит примерно тысячу миль в месяц тысячу миль в месяц и того я могу проехать ну давайте прям округлим то есть примерно три бака три бака в месяц моя цена от моих там 50 долларов поднялась примерно к 70 долларов давайте возьмем к 80 долларов хрен с ним я прямо округляю еще так прям по большому чтобы прям вот побольше 8 долларов и того я в месяц проезжаю два полных два полных до бака получается три полных ты просить три полных бака вот соответственно моя цена изменилась на дате 40 долларов и того в месяц я потрачу теперь на 120 долларов на бензин больше при том что я как бы не езжу специально там как уберли по достатке или что-то еще то есть это вот подавляющее большинство и того мои перезатраты составят 140 долларов лично на мне это скажется я вместе потрачу 140 долларов считаем в нашей флориде если ты работаешь в макдаке где-нибудь не знаю который кстати теперь больше в россии не работает можно заработать от 10 долларов в час мы берем прям самый уровень ну не знаю школьника на подработки хотя больше у них реально получается 10 долларов в час то есть получается 14 часов то есть ну если мы берем 8 8 часовой рабочий день то есть ему придется 20 небольшим дня теперь работать на то чтобы дозаправить ну конечно если у него будет автомобиль в 6 двигателем три с половиной и так далее ну вот вы понимаете то есть если по сути два дня он подарит то есть для него это увеличить изменит безусловно почувствуется но вряд ли у него будет автомобиль в 6 на который он будет тратить такие деньги отсюда получается что лично на мне мой кошелек опустеет на 120 долларов в месяц могу ли я себе это позволить честно могу неприятно но совсем не смертельно не хотел бы тратить лишние деньги но ничего страшного ездить надо я буду ездить учитывая то что как бы я еще и зарабатываю в принципе немножко многим более чем 10 долларов в час то в принципе я это честно говоря не особо чуть не буду ощущать вот вам расклад для тех кто в принципе считает что это сегодня тут в сша какой-то коллапс с бензином и так далее до траки и так далее все это безумно россии на ребят ну блин зарабатывать тратист но посмотрите же не таранова например да и посмотрите что он вам там показывает ну не заработает он 40 тысяч долларов там или 20 тысяч долларов ну заработает он 15 тысяч долларов хотя я думаю что на самом деле я думаю что и на логичину в месяц ну да что от этого будет но не знаю но купит он дом не через два года мне через год а купит его через два с половиной года но по сути учитывая то что сейчас всю ситуацию как бы нам говорят что исправят я думаю исправят не сразу но в этом как бы сойдет на нет то по сути принципе я думаю что ничего такого критичного для сша здесь сейчас нет поэтому вот такая вам информация я постарался поделиться максимально корректно ребята я каждый раз в своих репортажах говорю о том что я все что я вот это вот сейчас делаю я не зарабатывая то я просто оставил свой канал потому что мне реально иногда хочется поделиться и поговорить и иметь контакт с меня и людьми у меня благодаря канала появилось огромное число приятелей друзей с кем общаемся кто пишет в инстаграм в директ и так далее как бы 99 процентов это очень вменяемые нормально адекватные люди с которыми очень приятно пообщаться которые работают во всех странах мира привет и турции привет айдербайджану привет и безусловно россии конечно же потому что там тоже есть вменяемые люди которые сейчас попали в заложники этой дурацкой ситуации этой страшной власти которая вытворяет все эти ужасы конечно же привет украинским ребятам кто смотрит и кто пишет привет вам большой привет моему узбекистану родному который там привет привет киргизии привет казахстан безусловно который категорически поддерживает канал прямо спасибо за поддержку вот очень много стран конечно же ребята в сша которые я смотрю просто и которые сейчас все тоже офигевает также как я и некоторые просто пишут тут мы тут обмениваемся ссылками так далее и мы охреневаем во всей этой ситуации то есть потому что это это жесть это настоящий ужас поэтому привет на самом деле всем адекватным людям кто смотрит канал спасибо вам большое давайте объединяться адекватные люди и давайте все-таки пытаться созидать делать что-то а всех ботов всех вот этих вот орков давайте мы все в бан нафиг и все и не будем ни с кем не спорить ничего никому доказывать какие-то хрени пускай не все это каши дерьме этом варятся адекватные люди всегда решат проблемы всегда выпалут всегда сделают и всегда у них все будет все хорошо бывает иногда тяжко но у всех бывает тяжко ребят переживем как то самое главное чтобы был мир и самое главное чтобы люди не гибли это самое главное те кто сейчас пострадал давайте постараемся все дружно им помогать кто чем сможет кто-то словом кто-то делом кто-то деньгами кто чем сможет пока пока увидимся спасибо что на канале